друзья всех приветствую это будни wall street наконец-таки мы с вами собрались что обсудить глобальные рынки и прежде всего конечно же вчерашнее снижение ставки прс сразу на 0,5 процента так что давайте начинать открываем наши сегодняшние слайды перед вами кстати слайд не а фрс еще слайд не успел сделать но поверьте скоро сделаем я цб уже дважды снизил ставку и продолжит это делать и только вот фрс сейчас к ним присоединился и пошел снижать снизили сразу на 0,5 процентов буквально накануне всего этого действия уже американские короткий трежери с двухлетней трехмесячные трежери бил пошли вниз все ожидали что вот она вот она и сделали 0,5 процентов но давайте здесь немножко прокомментирую на первых у нас начался процесс снижения этих процентных ставок то есть называется у нас цикл цикл снижения процентных ставок он стартовал впервые за четыре года все там и киура и важный момент был это 0,25 и либо 0,5 и снизили на полпроцента такое сильное снижение на самом деле это с ней сильное снижение в рамках того что вроде у нас рецессии нет проблем особых нету это говорит значит о двух вещах которые стоит упомянуть первая вещь это то что федрезерв обеспокоен все-таки ситуации с экономикой то есть ситуация не такая красочная как может быть кто-то рисует или фрс там говорит да все прекрасно все чудесно то есть действительно они боятся что можем впасть в рецессию и достаточно быструю и достаточно скоро это с одной стороны с другу то есть и это действительно пугает то есть скорее всего фрс видит что проблемы есть она назрела и надо узк с ускорением снижать это дело это испугало вчера рынке рынке упали сегодня рынке уже растут то есть в четверг все хорошо рост идет но почему потому что до дальнейшей комментарии и рассуждение аналитиков привело к тому что раз снижает на полпроцента да это страшно да есть проблемы в экономике но с другой стороны но раз снижает и в комментариях это было что снижает чтобы не допустить рецессию и сделать так называемую мягкую посадку экономики вот это первое да то есть все таки поставки снижаются им значит и экономика улучшается и вот у нас значит раньше мы говорили о том что до до момента того как ставки не снизят рынок может расти даже в преддверии рецессии дело когда ставки начнут снижать вот тогда начинается падение рынка сегодня нашел очень интересную статистику в одном в одной статье посвященной ставкам значит был вопрос такой значит если все ожидают что с момента начала снижения процентных ставок начнется падение рынка значит мы можем заглянуть в историю посмотреть сколько же таких моментов было и подвелись 90-х годов то есть взяли за последние 30 лет все снижения ставок когда рынок был около максимальных значений как он находится прямо сейчас и через сколько началась рецессия или падение рынка и вот такую статистику значит они отработали с 1990 года рынок находился всегда на максимальных значениях и с этого момента начиналось снижение процентных ставок таких ситуаций было семь штук до до сегодня до вчерашнего дня и мы видим с вами что значит после того как ставку начинали снижать показатели рынка значит в день до решения рынок практически всегда рос а вот через шесть месяцев а через шесть месяцев рынок значит падал только в трех и семи случаях и в четырех он рос то есть вот вчера снизили ставку и средняя статистика показывает что в целом хрен знает что будет дальше простите на статистика пак только один год 2019 году когда ставку начали снижать рынок грохнулся на 20 процентов только в 90 до этого было падение на 14 то есть до 14 достаточно большое падение для s&p 20 это прямо значительное падение s&p но в целом в среднем если мы берем за все эти семь случаев в среднем рынок упал в следующие шесть месяцев всего лишь на 2,7 процентов то есть это говорит нам о том что статистика нам ничего не говорит то есть а там от того что там была дивергенция кривой доходности двухлетних и десятилетних трежер из которых всегда говорили что есть рецессия все потом был у нас понимание что именно с момента начала снижения ставок начиналась всегда коррекция но опять статистики говорит что для ничего подобного вот ничего подобного вот народом eyeser полнейший рандом азер вот то есть мы подходим к тому что ставка вверх ставка вниз с этого момента с того момента все это рандомно то есть это нам вообще никак ничего не говорит кроме одного действительно и сейчас мы своим поговорим как ставка влияет а на Акции, сейчас покажу конкретные примеры, как это изменяется, но в целом от того, что вчера ставку снизили, это абсолютно не значит, что рынок теперь должен грохнуться Вообще сейчас фьючерсы показывают, что так называемая терминальная ставка, то есть ставка, по которой идет заимствование государством будет нейтрально, она где-то будет в районе 22,7% То есть пока с сегодняшнего дня в будущее они смотрят, что если не будет ничего ужасного, то до нуля ставку опускать не будет, ставка будет вот где-то 2,5-2,75 То есть это рыночно нейтральная ставка, которую все ожидают Если мы посмотрим на то, почему так ставку начали резко снижать, это конечно же рынок труда в США, он чувствует себя, ну не то что плохо, но тенденции там не очень хорошие Единственный последний вот отчет августовский показал, что вроде как за август ситуация не ухудшилась, а даже чуть-чуть стабилизировалась, потому что начал рост безработицы, левый график То есть мы видим с вами рост безработицы идет, и он дорос до 4,2%, это же не очень хороший уровень, такой уровень был в 2016 году, и мы уже подходим к неким таким средним значениям То есть рынок труда остывает, это говорит об охлаждении экономики, и второй график справа, это июльский график, но это у меня последний, который был, но это количество открытых рабочих мест То есть мы видим с вами, что здесь тоже возвращается к допандемийным уровням, то есть рынок пришел в некие опять средние значения Там он охлаждается, здесь тоже, ну то есть мы видим со всех сторон охлаждение рынка труда идет по всему сектору Вот, и поэтому можем сделать некий вывод, что действительно ситуация в экономике США охлаждение идет, мы с вами слышим из Китая происходит, в Европе там так себе То есть в целом ситуация, ну не дрянь, но и все многие прогнозируют именно рецессию, то есть возьмем с вами опрос, который проводит, по-моему, Банков Америка Значит, самый большой риск, который видят сейчас рыночные игроки, и они видят, что на первое место вышла именно рецессия в США Опять 40%, 40% опрошенных сказали, что рецессия, это самый большой риск, который видят, на втором месте идут геополитические конфликты И третий, это только, это ускоряющаяся инфляция, то есть все опять начали говорить про рецессию В прошлый раз, когда говорили, кстати говоря, в прошлый раз, да, если мы с вами откроем сейчас, значит, S&P В прошлый раз, когда говорили про рецессию, рынок у нас очень хорошо просел, то есть они смогли с помощью вербальных интервенций Так, что-то не грузится Вербальных интервенций загасить достаточно неплохо рынок, плюс еще выходили не очень хорошие отчеты в США, и получалось, что рынок просел Вот, загрузился у нас, это было в 2022 году, то есть вот здесь тоже заговорили тогда о второй волне рецессии, и рынок, рынок, рынок пошел сюда вниз Вот, поэтому, что здесь можно сказать? Да, риски есть, риски действительно присутствуют, и, скорее всего, они будут реализованы, то есть экономика начнет немножко подыхать Но, но есть инструмент, знаете, всегда у дяди Феди есть мощная клизма, называется напечатанный станок, низкие ставки И, давайте внимание, и пока инфляция не разгоняется, и пока инфляция находится в небольших, значит, колебаниях в районе 2% США, там 2-2,5 Они могут спокойно эту ставку гасить, тем самым напичкивая, точнее, пичкая дополнительными стимулами экономику И, пожалуйста, давайте вот просто откроем с вами, например, индексы, возьмем с вами какой-нибудь DAX, да, сейчас мы посмотрим DAX, да, то он вообще хай обновляет, да, то есть мы слышали, там, заводы закрывают, увольняют, производство уходит Пожалуйста, максимум обновили, значит, S&P, все боятся рецессии, бамс, сейчас у меня, сейчас еще рынок не открылся Раз, максимум обновят, то есть, когда вы боитесь рецессии, когда Федрезерв на полпроцента снижает ставку Из того, что боится, что экономике будет не очень хорошо, боятся, что будет софт лендинг, так называемое, да, мягкое приземление А что такое мягкое приземление? Это значит, темпы экономического роста резко замедляются Он не уходит в рецессию, но темпы там стремятся к нулю И на этом фоне у вас исторический максимум, то есть у вас экономика не растет, а акции на хаях Вот, вот так работает ликвидность, ребят, вот, вот, учитесь, учитесь Вот, но пока учитесь, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Wall Street Pro, там каждый вечер выходит Вот все эти графики, которые вы сейчас видите, они все там публикуются с моими комментариями Не раз там в две-три недели, когда мы с вами встречаемся, а каждый день, каждый день я сажусь и делаю для вас макроэкономику Показываю, что происходит на рынках, но не забывайте, также Bill Street Pro, это наша смежная область Как раз сегодня я выложил в наш телеграм-канал по, значит, блокчейну Какие сейчас доходности в долларах, куда я размещаю средства, под какие проценты Вы можете это всегда увидеть, поэтому можете сейчас даже поставить на паузу, перейти, посмотреть Я думаю, вам понравится Ну, а мы продолжаем, все ссылки на наш телеграм-канал находятся внизу под описанием данного видео Теперь немножечко про золото, то есть, мы видим, с вами золото достигло практически 2600 долларов Возможно, пока я говорю эти слова, у вас уже на терминалах 2600 долларов Притом, самое интересное, что в августе Индия импортировала рекордную за всю свою историю существование золота 10000, 10000, подождите, это, да, нет, здесь, на 10, на 10 миллиардов Подождите, это, что у них Индия, импорт гол, да, USD, MM, миллионов Я же думал, тонн, 10000, то он вряд ли, это, конечно, 10000, то он вряд ли На 10 миллиардов, да, да, и шо, 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 на 10 миллиардов долларов А 10 миллиардов долларов Рекордный показатель для импорта, то сейчас весь мир начинает понимать, что доллар, доллар, это грязная зеленая бумажка Хотя он еще и насквозь всю международную торговлю пропитывает, но все понимают, что уровень долга в США растет Это все чревато однажды обесценением этого самого доллара Второе, доллар используется как оружие Мы видим санкционное сильнейшее давление на всех, кого хотят, хочет Вашингтон к чему-то принудить И поэтому глобальный юг и многие страны начинают использовать альтернативу доллару Альтернатива доллару, безусловно, является золото Поэтому цены на золото, я думаю, продолжат расти Мы тем более с вами говорили, что золото надо покупать Все эти годы, что вы меня слушаете, вы всегда знаете, что я говорю, золото покупайте в разных вариациях Но золото должно быть в вашем портфеле Но вот оно выросло в 2024 году на рекордное количество процентов Хотя в прошлый раз мы Ньюман там обсуждали Там дела не так себе, так себе точнее Ну и единственное, что мне не нравится последние три года Это, конечно же, комодити индекс В 2020, по-моему, году мы покупали много различных компаний из сектора комодити Сейчас мы все это посмотрим с вами И в последнее время мы видим, что снижение, снижение, снижение на всех наших глобальных вебинарах Я говорил, пока, пока, не надо, не надо, не надо туда лезть И последние данные со стороны Китая это подтверждают Там цены на сталь, цены на железную руду падают Значит, у них проблема с... продолжается проблема быть с рынком недвижимости Чуть позже покажу графики, что там происходит И, конечно же, из-за этого печалька, печаль и тоска на глобальном рынке товаров Вот Bloomberg Commodity Index Самый низкий показатель с 2021 года То есть постепенно-постепенно падение, 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 падение Но! Но! Сейчас покажем Благодаря ставкам ситуация начинает чуть-чуть улучшаться Ну и, конечно же, еще один график последний Это Германия, промышленное производство Самый низкий уровень с пандемией Вообще, самый низкий уровень за десятилетия То есть, действительно, немецкая промышленность чувствует себя очень плохо, хуже всего Более дорогие источники энергии Которые приходится покупать конкурент со стороны Китая В том числе в автомобильном... в машиностроении И там не только автомобили, там и машиностроение тоже проблема То есть, вот немецкая экономика, локомотив Европы Чувствует себя так себе Теперь мы переходим непосредственно к тому, что, да, обсудить Я сделал отдельный, значит, отдельный компаний Которые нам нужно обсудить Итак, что у нас происходит? То есть, смотрите, за счет того, что ставка была высокая А при высоких ставках компаний, которые генерируют доход стабильный Похожий больше на облигационный доход Эти компании, их не любил рынок, да И прежде всего, это энергетика, да Это энергетика, особенно возобновляемая энергетика Она очень сильно просела Мы смотрели с вами и компании, там, генерации в Британии Но, например, возьмем с вами, к примеру, крупнейшую по капитализации Компанию возобновляемый источник энергии Это NextEra Energy Кстати, в период, когда высокие ставки, когда высокие ставки были Когда там было непонятно, может, еще выше пойдет ставка NextEra Energy очень хорошо слили И сейчас у нас идет полный возврат И мы вернулись к максимальным значениям Чистейшие, то есть, чистейшая работа со ставками Вот, сколько раз мы смотрели, там, у них показатели растут То есть, все хорошо-хорошо, а акция падала Вот, очень хороший был момент Тот же Brookfield Renewable, за которым мы тоже следим Посмотрите, что было То есть, вот это все падение, падение, падение Падение, падение Тут понятно, что здесь было два хайпа Во-первых, нулевая ставка Во-вторых, значит, вот эта вся зеленая повесточка, которая случалась И она делала этот хайп ESG, помните, такое было, да? Environment Social Government Все гнались за повесткой ESG, ESG, ESG И, соответственно, делали пузыри на компаниях Которые занимаются возобновляемой источниками энергии Но вот сейчас ценники упали Мы пробили нисходящий тренд Я хорошенечко загрузился подобными компаниями В том числе Brookfield Renewable Дивидендная доходность у него сейчас 4,7 была Вот еще недавно 5% Мне кажется, очень неплохо Почему? Потому что, если действительно ставки пойдут вверх Ставки, не дай бог Ставки пойдут вниз И при этом не случится рецессия Будет софт лендинг Скорее всего, будет вот такое движение куда-то сюда Такое же движение уже мы с вами наблюдаем Например, на фондах недвижимости в США Например, Equity Residential Который есть в моем портфеле Смотрите, я, наверное, в течение всего 23 года Рассказывал, когда мы там смотрели Американские фонды, рейты, да? Фонды недвижимости Я говорил, смотрите Вот это прямо движение за процентными ставками То есть, вот у нас максимумы Да, то есть, это когда минимальная ставка в США То есть, когда у нас ставка в США Там около нуля процентов Что происходит? Происходит инфляция, надувание пузырей В активах, которые генерируют денежный поток То есть, например, возьмем Equity Residential Что такое Equity Residential? Это крупнейший в США Ну, давайте так, там, по рыночной капитализации Надо смотреть Она там все время не гуляет То туда Ну, один из крупнейших Давайте скажем так Так, вот Один из крупнейших фондов недвижимости Который владеет вот такими жилыми комплексами В котором вы В котором вы, вот видите Нью-Йорк и Вашингтон и Сан-Франциск Вот у них здесь Вот эти самые комплексы Давайте наберем, кстати 6-0-0-0-6 Нет, такого нету Перепутал Слишком много Вот И тут нету них А, ну у них правильно У них же нету 666 надо Вашингтон было назвать 666 это было правильно Вот, вот где черти живут Это 666 Вашингтон Апартненс Все черти Соответственно, вот, да То есть они владеют вот такими объектами недвижимости И все хорошо, все прекрасно Платят дивидендики Все счастливы Но, но У них там рост достаточно вяленький Такой, так, по чуть-чуть По 3-5% в год они растут Но, соответственно, они как квазик облигации И получается, что вот тут, когда ставки нулевые Цена здесь по 90 долларов Да, потому что в этом случае 2% 2% найди в доходность, ребята 2% Здесь, вот когда мы внизу Ставки высокие Или вот тут, например, они росли Здесь, правда, проблема была еще связана Здесь вот я немножко другого Вот здесь были ставки Да, то есть вот здесь просто пандемические были проблемы И вот опять ставка была 5,5% Декабрь 2023 года То есть в эти моменты как раз мы работаем с циклами Нулевые ставки Значит, нулевые ставки продаем Максимально продаем Все такие перейдут И перегретые компании И, кстати говоря, это хрен значит, что потом делать Потому что при нулевых ставках У тебя все выросло Покупать, как бы, в депозиты не положишь То есть деньги под 0% просто валяются И не всегда понятно, что делать Это самый плохой период Самый лучший период, когда у тебя ставки 5% Когда у тебя акции подешевели Как раз самый класс кэш туда закидывать Например, сейчас в России похожа ситуация Если какие-то политические самые плохие страхи и риски не реализуются, дай бог, никогда То наоборот Сейчас хорошо покупать акции с большими дивидендами, пока ставки высокие И вот то же самое мы видели Equity Residential Например, я набрал целую пачку этой компании В районе 58-60 Ну и цель, конечно, вот тоже разгрузиться Где-то вот здесь, наверное, начнем разгружаться 86, 88, 90 То есть когда ставка дальше пойдет вниз Эти бумаги должны, по идее, вытянуть на R Потому что фундаментально у них все хорошо Но за счет низкой ставки Да, то есть за счет Все будет, потому что сейчас доходность у них 3,5 Напомню, что вот в этих точках У них доходность где-то 2,2-2,3% Вот, вот, я планирую это все туда отдать То же самое с, значит, Next Air Energy Скорее всего, они дальше пойдут Пробьют хаи Возможно, потому что компания хорошая Планы у них развития чудесные То же самое, Филипп Моррис, посмотрите Они уже заранее все сделали То есть Филипп Моррис пробил нисходящий тренд Все, и полетел наверх Я Филипп Моррис продавать не буду Даже при том, что он 4,5%, хотя неплохие доходности Но все, его надо держать А если посмотрите внимательно Вот этот Филипп Моррис у нас Значит, если мы возьмем Вот здесь хорошая есть функция В TradingView называется Называется Вот, извините, не то Называется ADJ Adjusted Data for Dividends То есть у нас как бы У нас как бы Филипп Моррис стоял в боковике, да, с 2018 года И мы сейчас только пробили Пробили максимумовые Кстати, говорят, черный график Вам, не знаю, плохо, хорошо видно Скажите потом, на белом хуже Или на черный лучше мне график переключиться У меня еще стоял по умолчанию белый Но если мы посмотрим с учетом дивидендов То у нас получается, что Так, давай, грузись С учетом дивидендов мы уже давно Максимум пробили Если мы посмотрим, где был В 2018 году были акции С учетом дивидендов они тогда 68 стоили Сейчас 120 То есть с учетом дивидендов Даже с 2018 года Акционеры, то есть мы с вами Заработали 80% доходности Но хорошо, если брать с пиков 17 Вот прямо пики 17 до сегодняшнего дня 44% Ну, как бы не так жирно Но тоже неплохо Потому что, если мы посмотрим так Вот с 18 вот где-то здесь Получается, что вот пики Вот пики, да То есть как будто ноль На самом деле за счет дивидендов 44% было заработано Поэтому пользуйтесь этой функцией Очень удобно показывает Ну, что бывает, например, AT&T Кстати, AT&T та же самая конструкция Посмотрите, полетел вдруг вверх То есть вот это как бы говно Которое никому вдруг вчера не нужно было Да, то есть они тут Я помню, понимаете Я смотрю отчет В отчете все нормально Они отскочили и стоят В отчете все нормально Начался рост Они избавились от непрофильных активов Оставили только ядро бизнеса Это у нас мобильная связь Это интернет Все Вот от этого у них осталось Там Это Директ ТВ Который у них Теперь они оттуда какие-то дивиденды Копеишки получают Все И инвесторы воротят нос А зачем вам такая AT&T с ростом около нуля Или даже падающей прибылью Чуть-чуть иногда Иногда с растущей чуть-чуть Там плюс-минус процент Когда И с дивидендами 7 Если можно в трежерис Под 5 положить Под 5,5 не напрягаясь А вот теперь уже нет Теперь доходность AT&T 5 И народ еще там дрался Как бы купить Давайте Потому что 5% доходности Скоро не будет Ну и кстати говоря Вот AT&T Да Я вот это Вот эту покупал Покупал всю свою жизнь Наверное На американском рынке Покупал Наверное И по 25 долларов Покупал И по 23 Покупал И по 20 И по последнее Что-то покупал Где-то здесь Долларов по 18 А потом она вообще Улетела на 14 Я просто плюнул на это AT&T Просто Просто держал его Потому что у меня Вся позиция Все эти годы Была в минусе Ну я получал Давайте скажем так Честно дивиденды Все это время Дивиденды там Обрадовался Ну вот нажимаем ADJ Я даже не знаю Что получится С учетом дивидендов То есть если вот я там Покупал Там в 17 Когда В 17-18 годах Все это дело Ну пускай у меня Средний где-то Наверное будет здесь 17 долларов Сейчас 21 То есть с учетом Как бы дивидендов И не знаю Там есть ли прирост капитала Вот 27% я заработал Ну это все В основном дивы То есть там наверное По цене Я сейчас где-то в нуле Скорее всего По телу Как бы инвестиционному В AT&T И даже это говно Выстрелило Даже это выстрелило Давайте вот посмотрим Verizon Verizon Убираем Вот даже Даже это Даже это Палка стреляет Ужас Ужас В общем К чему я все Подхожу К тому что Процентная ставка Снижение процентных ставок Она очень сильно И делают инфляцию На рынке акций Повторю еще раз Если мы не берем Какие-то Совсем ужасные события Как только В России Ставки Пойдут Вниз Или даже Не пойдут А будет уже намек Что все Ставки пойдут вниз То акции Могут очень хорошо вырасти Поэтому пользуйтесь Это такой Классический прием Который давно уже работает Единственное Видите Надо всегда Брать заранее То есть не надо Брать Когда вот Уже все понимают Что завтра Ставка изменится То есть народ Начинает заранее Это все Это кстати Не так сложно Точнее сделать Но и не так легко Вот Что касается Если мы с вами возьмем Например 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 Металургов Вот я сейчас смотрел отчеты Что мы с вами видим Что мы с вами видим Еще раз Возвращаемся обратно Обратно на то Что он показывал Смотрите Комодити индекс То есть рынок Комодити спадает То есть на рынке Комодити так себе В Китае так себе В Европе так себе В США Там что-то уже Боятся рецессии Из этого цены На комодити Достаточно сильно Просели в последнее время И я вот так смотрю Когда же Когда же покупать То есть если дальше Рецессия То есть по логике В Китае все плохо Дальше рецессия Там все стращают Значит Ну рынок Товарный рынок Больше будет и дальше В не спадать То есть растет только По сути золото Там какие-то отдельные Товарные группы Где неурожай Где еще что-то Но там больше Фундаментальных показателей А в целом Металлы Нефть Все это постепенно Вниз-низ-низ-низ И к чему мы приходим Да То есть к чему мы приходим Если с вами возьмем Например Нефть и газ Кстати какой уровень Какой красивый уровень У нас Был пробит уровень Я тогда показывал Да То есть они пробили 70 И после чего Резко ушли То есть Блумберг Кошмарил нефть То есть до того Как они пробили То есть там каждый день Статья выходила ОПЕК не может контролировать ОПЕК там Спрос на нефть падает Спрос на нефть падает ОПЕК даже пришлось Передвинуть Значит увеличение Производства этой нефти Потому что кошмарили Нефть очень сильно То есть я думаю С точки зрения геополитики Сейчас Америке Очень выгодно Ну во-первых Надо не забывать Что они убивают Двух зайцев Падающих Даже трех зайцев Убивают на низкой нефти Значит с точки зрения Значит Америки Почему низкая нефть Хороша Текущей администрации Я не думаю Может и вообще администрации Которые правят Значит Американской империей Прежде всего Потому что низкие цены На нефть Это низкий бензин А накануне выборов Это очень хорошо Это полезно Для избирателей То есть Великие там Какой-нибудь демократы Они опустили Значит Цены на нефть Цены на Бензин Это тоже на инфляцию влияет Все это хорошо Позитивно Второе Да Значит Цены Низкие цены На нефть Это геополитически Конечно Задавить Значит Как они там говорят Всех диктаторов В мире Да Возьмем Венесуэлу Там их К ногтю Потому что Они не будут получать Выручку нефтяную Там Иран Туда Да И там Конечно же Россию Тоже туда же То есть Они Для них Это Очень сильное Мощное Политическое оружие То есть Они пытаются Тем самым Конечно А ну Да Повлиять на Савдовскую Аравию То есть Савдовская Аравия Тоже с их точки зрения Отбилась Да То есть Отбилась От правильного Движения В фарватере США Поэтому Нужно Всех К ногтю К ногтю То есть Низкая цена На нефть Это хороший Способ Значит Обвалить Бюджет Этих стран Которые На нефти Висят И Заставить Их делать Что они хотят Ну и третье Не забывайте Что Соединенные Штаты Америки Продали огромное Количество У меня там Даже график Телеграм Есть Они продали Огромное Количество Нефти Из запасов Когда цена была В 2022 году Цена была За 120 долларов И вот сейчас Они начали Восстанавливать Эти запасы Называется Стратегические запасы США в нефти Вот они сейчас Начали их восстанавливать И для них Конечно важно Поддавить Ну они продавали По-моему Средние у них продажи 90 долларов за баррель Сейчас они должны Их выкупать Выкупают По 70 По 80 Это с точки зрения Выгодно То есть Продали по 90 В среднем По 80 Откупили Шорт свой И они делают все Я прямо вижу Как они Используют Крупнейшие Медиа Видимо Агенты Влияния То есть Это я раньше Когда был Молодой Специалист Думал Что Американская Администрация Это отдельно Блумберг Это отдельно Там Не знаю Уоллстрит Джордал Это отдельно Каждый там Занимается Своей деятельностью А как Значит Помудрел Почитал Много интересных Книжечек Про экономику Про политику Про Все это дело Оказалось Что все это Естественно Взаимосвязано И нередко Вот такие движения То есть Когда на рынке Прямо видно Серия постов Идет Там На Уоллстрит Джорнал Блумберг Еще Они давят В какой-то область То есть Это сфера влияния Обязательно И вот накануне Вот этого пробоя 70 долларов Прямо подряд Каждый день Каждый день Вот Кто Наш Телеграм Канал читает Мы же Начали уже Прикалываться Потому что Каждый день Выходила Статья На Блумберге Я же Про Уоллстрит И его владельцем Является Ну там Совладельцем Является А Ротшильды Поэтому Ой Про них Сколько байк Ходит Это же просто Можно там Анекдотов Короче Майкл Блумберг Не забывайте Майкл Блумберг Еще теперь тот Серый кардинал Вот Я кстати Кто там У нас Контролирует Уоллстрит Джорнал Забыл Значит Эти ребята Научились Настолько Используя Свою прессу Кстати По вопросу Использования прессы Если вы думаете Знаете Что она отделена От политической жизни Почитайте Американца же Теодора Драйзера Черт подери Книги его Вот начиная Трилогия желания Так называемая Финансист Там Стойка Титан Где очень подробно Рассказывают Про американскую Значит В политическую жизнь С точки зрения бизнеса Поэтому Все это переплетено И они работают Над манипуляционными Действиями То есть Они сначала Загоняют Знаете Мы все ржали Хомяков куда-то Ну хомяки В данном случае Весь мир И там даже И используя Вот эти средства Средства Массовых коммуникаций И заставляют Воздумать Определенным образом Вот поэтому Я тоже попался На этом Несколько лет назад И даже попадался Им возможно Мы попадаемся Сейчас Когда нам кричат Рецессия Рецессия Рынки на максимум Продавайте Продавайте А они берут И выкупают А потом Они будут кричать Будут кричать Везде Ребята Ребята Все классно Впереди Светлое будущее Хомяки максимум Вот понимаете И когда на Блумберг На Острид Джорнл Будут говорить Что новая парадигма Жизни Теперь при низких Ставках Все должно расти Все будет классно Вот это Как раз и должно Настораживать То есть пока кричат Рецессия Впереди Все ужасно Это теперь для меня Хороший индикатор Что надо покупать По крайней мере Я говорю Про рынок США Про рынок Если мы говорим Там Развивающиеся Развивающиеся стран России Здесь Такой уровень Манипуляции Пока даже близко Не подходит То есть Здесь я ни разу не видел Чтобы там Коммерсант С ведомостями Кричали Впереди Рецессия Все ужасно Все ужасно Короче А это была Чистая манипуляция Общественным мнением В Америке Это Они научились Это делать В рамках глобального И тут Давайте Как говорится Шляпу снимем Перед их возможностями Я вот сейчас Говорю Уже несколько лет Работаю с их Прессой И я же просто В шоке Насколько они крутые Ребята Бабки они Зарабатывать умеют Лучше всех в мире Ладно Что делать то Что делать Давайте еще про Китай Пару слов скажу И потом сделаем Некий Некий С вами Итог Кстати говоря Перед вами Такой скайлайн Гонконга Я в феврале Был в Гонконге Видите там Есть такой Свайер Написан На одном из Значит Зданий Это кстати Это англичане В свое время Они приплыли В Гонконг Кстати англичане С точки зрения Торговли Конечно там Намутили Очень много чего Вот И вот этот свайер Это как раз таки По-моему Если не ошибаюсь Фамилия Основатели Значит Вот этой Торговой Конгломерата Торговой династии Англичане Которые в Гонконге Тусовались Вот у них На здании Это свайер написано Значит Что у нас В Китае В Китае Все так себе То есть Берем с вами Например Шанхай Шэньжэнь Их 300 Их 300 Компаний Крупнейших Материков Китая Здесь мы Снова на минимумах С 2018 Года Вообще Представляете Они упали С почти 6000 До почти 3000 Давайте почти Почти Вот Если мы говорим С вами Количество Цены Да Цены на Вторичку Вторичный рынок Недвижимости В Китае Вот Минус 8% Это самое В июле Это самое сильное Снижение За последние Даже не знаю Когда так Так сильно У них Никогда Может только Во времена Войны У них Значит Хотел сказать Против красных Кмерах Но перепутал Страны Ну в общем Да Во время Гражданской войны Вот скорее всего Скорее всего Цены только так Падали То есть У них действительно Большой кризис В этом плане Ну и Очень хорош Показатель Показатель Денежного Обращения Денежный Агрегатор М2 Да Говорит о том Что Видите Он упал До значений 6,3% Это означает То есть Сколько Количество Новых денег Было создано Количество Созданных денег На минимальном Отметке За долгое время Ну как Понимаете Не очень Хороший показатель Это в принципе И так понятно Да То есть У них сейчас Дефляция идет Потребительский Спрос Резко упал То есть Китайцы Зажали бабки В карманах Не хотят Никуда их Тратить Ставки Сейчас На депозитах У них Уронили То есть Государство Пытается Заставить Китайцев Вытащить За крома И за щек И пойти Чтобы они Все это Тратили То есть Хомяков Распотрошить Пытаются Но они Не хотят Потрошиться Вот это Удивительно Конечно При том Что Опять же Вернемся В Россию Здесь Наоборот Обратная Ситуация По центральному Банку Центральный Банк Заставляет Наоборот Всех Захомячить Деньги Никуда Их не носить И не тратить Потому что инфляцию Разгоняют Вот Всех Там говорят Сидите В депозитах И не дергайтесь В Китае Наоборот Пытаются Распотрошить Депозиты Но китайцы Очень упорные Я смотрю Про обычного Китайцев Очень упорные И как мы видим С вами Даже с учетом Низких ставок Китайцы Сейчас Прижимистые Стали Деньги Тратить Не хотят Вот Но в итоге Что Что нам делать Я считаю Что мы находимся Сейчас в неком Таком В периоде Когда Когда Если мы берем По широкому рынку С одной стороны Те кто Купил раньше Вот эти Компании цикличные Когда Ставки были высокие И цены На тут же энергетику На те же Компании Повседневного спроса На Недвижимость И так далее Были низкие Да Из-за высоких ставок Если вы купили Их надо сейчас держать Через какое-то время Скорее всего Я думаю До рецессии Еще есть время Чтоб рынок подрос И вот эти цикличные Компании Пораспродать Потому что Скорее всего Будет рецессия Скорее всего Будет Рынок Нежка Недооценивает И Джером Пауэлл Не удержит Все это дело Это с одной стороны Но может быть У нас еще есть Полгода Год Может рынок Еще подрастет Это Я надеюсь Я успею Распродать Все эти активы Что касается Там всяких СНП Крупнейших Компаний Которые туда Входят Да Самых-самых Самых топовых Здесь Берем с вами Трипл Кью Например Да Он сейчас Уже находится Около своего Исторического максимума После того как вырос Почти на 20% В этом году То есть он растет Все время растет Единственная была коррекция В 2022 году В 23-м опять рост В 24-м опять рост Я думаю Сейчас просто лучше Посидеть И не дергаться Какие-то отдельные истории Там можно выковыривать Из всего этого дела Например Что можно выковырить Да То есть какие-то отдельные истории Например Краудстрайк Например Да Вот его очень сильно слили На фоне всего этого дела И может быть Если у вас есть Краудстрайк А у меня он есть Я посчастливился Купить по 230 Вот его можно подержать И когда Крауд Например На фоне общего Экстаза Да Например Они опять дорастут До второй вершины Вот здесь какой-нибудь Краудстрайк продать И потом он конечно же Там полетит опять Ко дну Вот такие какие-то Отдельные истории Еще можно Повытаскивать Повыковыривать Если вы С ними разбираетесь Вот кстати Я старобалк не будем Ну и если мы говорим Теперь значит По И какие еще могут быть темы На фоне низких ставок Мы видим Как возбудились Например Посмотрите Да То есть Возбудились Очень сильно Значит Цены на уголь полетели Цены на Кстати Цены на Железную руду Ни хрена Не полетели Вот я смотрю Ну да Выросли чуть-чуть Совсем Выросла немножко Цена на Вот начали чуть-чуть Расти Цены на медь Но BHP и Rio Это две бумаги Которые Большую часть Там 90 Сейчас За прошлый год Там по 85 Под 90 Все ебеда Была от Железной руды Посмотрите Они 3,7% сделали То есть У вас Не произошло Движение По железной руде А цены На акции Компании Железной руды Выросли почти На 4% То есть Вот оно Спекулятивное Резкое движение То есть Спекулянты Отрабатывают Здесь Фундаментально Нет ни хрена В моменте Но спекулятивно Все это Вот отрабатывается То есть Теоретически Да Можно на фоне Низких ставок Поработать Сейчас Например Вот с компаниями Из сектора Металлургов То есть Их может Сейчас перепродали На фоне страха Всего этого дела Если сейчас Будет стимуляция Со всех центральных банков Всей своей экономики Типа Идите Вот вам Куча денег За бесплатно Идите Делайте Это может Поддержать Действительно Спрос на Компании Из добывающих Это может Также Если мы Говорим с вами Про нефтегаз Посмотрите Я вам рассказывал Что пробились Отметку 70 Кошмарили 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 Хорошо пробили Отскочили Опять находимся Над уровнем То есть Это тоже может Как раз Быть неким сигналом Тому что Развели Лохов Здесь Майкл Блумберг Развел Лохов На всем рынке Там что ОПЕК не справится С своей задачей Бла-бла-бла И американцы Не смогли додавить Тогда конечно Тоже посмотреть На нефтянку И на газовые компании Не забывайте Что сейчас В Техасе Вышла новость В Техасе Они наконец Достроят Эту долбанную трубу И позволят Наконец-таки Из Техаса Вывозить газ Дополнительный Потому что Там столько Произвели газа Что он ушел В отрицательную зону Что им пришлось Снижать потреб Значит Производство Из того что Просто невозможно Экспортировать Этот газ Я вот сейчас Я не помню Как называется Техасская труба Новая Они должны сейчас Ее запустить И часть газа Опять пойдет На глобальной рынке И цены на газ Чуть Может быть В США Снова вернуться К вопросам Газовщиков Американских То есть Вот как-то так Все строится Но опять же Мы находимся То есть Надо выискивать Отдельные какие-то ниши Где там сильный был Упадок И возможно Вот эти процентные ставки И снижение их Позволит стимулировать Спрос в этих секторах Но большая часть Уже секторов Мы видим Она уже Там народ забился Потому что Если мы говорим Про глобальные рынки Прежде всего Мы говорим Про глобальную конкуренцию На них работают Миллионы Миллионы Очень опытных Значит Инвесторов Которые Клювом не щелкают И все это заранее покупают Вот наверное То что я хотел Рассказать сегодня вам Поэтому я Сейчас больше Если мы говорим Про глобальные рынки Выискиваю Какие-то отдельные истории То есть В тех В тех акциях Которых показал Да у меня ланги есть Но если что-то покупать Что-то с чем-то работать То надо искать Какие-то отдельные Локальные истории Возможно Даже не на американском рынке Вот я сейчас Значит Пытаюсь открыть счет На узбекской бирже То есть на ташкентской бирже Да И там есть Парочку интересных моментов То есть я стараюсь Больше и сейчас Выходить на рынки Развивающихся стран И потому что Там действительно Есть самородки Там есть большие риски Но есть самородки С которыми хочется работать Да Даже если далеко не ходить Прямо сильно Там Каспий тот же самый Да То есть он все равно Стоит в разы дешевле Чем любой аналог На глобальных рынках Тот же Каза Атомпром Посмотрите Канадских Посмотрите Австралийских Добытчиков Урана Что мы видим Колоссальные мультипликаторы В то время как Казахстан Все ниже Почему так Потому что Туда не особо идут Глобальные деньги И поэтому там Активы более дешевые Вот Но для дивидендов Мне нормально Может для переоценки Это не очень хорошо Но с точки зрения Получения дивов Мне это очень нравится На этом все Спасибо за внимание Если вам понравилось Не забывайте поставить лайк Комментарии Если у нас Видео будет набирать Достаточно Количества просмотров Значит будем чаще Выходить на связь Потом иногда Кажется Что уже все Потеряли интерес Все разошлись А я тут Пыжусь Рассказываю Про глобальные рынки Все Всем пока До скорых встреч Лайк Подписка Колокольчик Субтитры сделал DimaTorzok